Ирина Рудольфовна, Вы были на экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка». Как поступило предложение поучаствовать в нем? И были ли Вы единственным ректором от Алтайского края? Приглашение от Министерства просвещения Российской Федерации принять участие в этом форуме было очень интересным, поэтому, конечно, наш университет не мог не принять в нем участие. Вы одна есть ли от Алтайского края? Нет, от Алтайского края нас было два. Представителя был Сергей Николаевич Бочаров, это ректор классического университета. У него, очевидно, была своя программа, потому что у нас учредители разные, разные задачи нарезаются. У нас была задача встретиться с представителями гуманитарной сферы стран Африки для того, чтобы обрисовать какие-то перспективы сотрудничества. С прошлого года так сложилось, что педагогические вузы закреплены за теми или иными странами. У Алтайского государственного педагогического университета две страны, это Таджикистан и Афганистан. Как мы знаем, эти страны не относятся к африканскому континенту, но, тем не менее, интересы, вопросы, которые обсуждались на форуме «Россия-Африка», они очень перекликаются с теми проектами, которые мы сейчас реализуем в наших странах. И посмотреть на опыт, какой есть взаимоотношения педагогических вузов со странами Африки, посмотреть, какие общие проблемы, общие вопросы, как они решаются, это было очень познавательно, очень интересно. И, в частности, я присутствовала при подписании соглашений с Угандой, на встрече с депутатом, министром образования Гвинеи Экваториальной, на встрече с представителями Мали. И все это, конечно, дает возможность сравнить, скорректировать свои какие-то действия, взаимодействия. Ну и все-таки по набору студентов Африка сейчас остается одним из приоритетных направлений, поэтому это направление, конечно, мы тоже прорабатывали. Я поняла, что вот у вас миссия была послушать, посмотреть, сделать какие-то выводы и вот акценты... Я бы сказала так, с точки зрения педагогики, это было факультативное участие, которое расширяет границы восприятия в целом этого направления и дает возможность скорректировать собственные проекты на международном направлении. Вот вы уже заговорили об африканских студентах, и одно из ключевых мероприятий на этом форуме была как раз кадровая подготовка для приоритетных отраслей африканской экономики, гуманитарной сферы. Каким образом планируется эта подготовка и в российских вузах будут ли увеличивать бюджетные места для студентов из Африки? Да, это прозвучало из уст президента Российской Федерации, и я бы выделила там несколько направлений. Это и высшая школа, подготовка специалистов, в том числе подготовка специалистов для системы образования стран Африки. Это открытие центров русского языка для продвижения русского языка и русской культуры, и в этом году будет открыто 28 таких центров на африканском континенте. Это открытие, рассматривался вопрос об открытии школ для обучения на русском языке и по российским стандартам. Это и повышение квалификации преподавателей высших учебных заведений, которые преподают русский язык. Поэтому это такой целый спектр направлений работы с Российской Федерацией, системы образования африканского континента. И я думаю, что уже со следующего года будут скорректированы контрольные цифры приема, выделены какие-то дополнительные места. А у вас учатся какие-то студенты на данный момент из Африки или нет? А они вообще планируются ли? Вы знаете, планировать мы планируем всегда. Мы ни от каких планов не отказываемся. То, что касается обучения студентов, то на сегодняшний день у нас больше студентов из Центральной Азии, в том числе Таджикистана, Афганистана. Ну, Казахстан это уже традиционная страна. Китай меньше в силу того, что после пандемии они по-прежнему очень сложно открывают свои границы для перемещения. И Индонезия. Вот как-то так сложилось, что Индонезия у нас в этом, в частности, в прошедшем учебном году была представлена несколькими студентами. Конечно, интерес к Сибири, интерес к Алтаю, он существует. И мы, я думаю, не только наш университет, но и все вузы Алтайского края приложат максимум усилий для того, чтобы еще больше открыть Алтайский край для представителей, в данном случае, Африки. То есть вы не исключаете такую возможность? Нет. Ну, еще один итог форума, такой очень важный, я думаю, именно для педагогического университета, что вуз вошел в состав учредителей Международного профессионального собственного Ассоциации русских школ за рубежом. Что это за структура? Вот расскажите подробнее, какие задачи она будет решать, чем будет заниматься? На сегодняшний день существует достаточное количество общеобразовательных организаций за рубежом. Это и школы посольств, это и образовательные организации, которые создаются для обучения по российским стандартам. Ну, в частности, в Узбекистане, в Таджикистане. Сейчас речь идет о строительстве школ в Киргизии. В Туркмении есть школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот такое наличие таких образовательных организаций привело к необходимости консолидации усилий, обобщению опыта, выявлению общих каких-то проблем, формированию единой стратегии развития этих образовательных организаций. И Министерством просвещения было принято решение о создании ассоциации таких школ. Основная задача – это координация работы школ в целом, координация работы педагогических коллективов. Это унификация подходов, образовательных подходов методологических, методических к продвижению русского языка. И создание такого образовательного пространства, где обучение будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам. К чему участие в этой ассоциации будет обязывать конкретно ваш педагогический вуз? В данном случае эта ответственность колоссальная, потому что мы являемся проводником российской культуры, российских образовательных стандартов и в целом качества обучения на русском языке в тех школах, которые созданы при совместной инициативе российского правительства и представителей правительства другой страны. Я уже перечислила те государства, где школы существуют. Но это Таджикистан, а в Афганистане они есть уже? Нет, нет. В Таджикистане есть российские школы, это пять образовательных организаций и одна образовательная организация общего образования, которая существует при российско-таджирском славянском университете и подчиняется Министерству образования и науки Российской Федерации. Это школы в Узбекистане, это школы в Туркмении и сейчас, как я уже сказала, строятся школы в Киргизии. Есть еще в плане государства, где могут быть, должны быть открыты школы, где обучение будет идти по российским стандартам. Ну, они в планах за Министерство просвещения, я пока говорить этого не буду. Еще раз вернемся к форуму. Вы как участник форума «Россия-Африка», каким его увидели? На что он был все-таки направлен? Мне очень понравились слова нашего президента. Он сказал, что Африка не просит подачек, Африка ищет взаимовыгодные проекты. Вот я бы, заменив, может быть, слово «подачки» на более такое легкое на восприятие по слуху, отметила именно это. Потому что заинтересованность африканских стран в работе с Россией очень велика. И масштабно, с точки зрения направлений. Это и человеческий ресурс, это и гуманитарная помощь, это и военная составляющая, это и политические какие-то вопросы, это и система образования, и медицина, и пищевая безопасность, информационная безопасность. Вот все эти вопросы, они были рассмотрены на форуме в том или ином масштабе, я бы сказала так. Мы занимались гуманитарной составляющей, просветительской и образовательной. Ну все, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста.